Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Труфанова Елена Олеговна. Я доктор философских наук, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук и ведущий научный сотрудник Института философии РАН. И мы с вами поговорим сегодня о конкурсе по номинации философия и науки об обществе. И, собственно, прежде всего нам нужно ответить на вопрос, что такое философия. Философия в переводе с древнегреческого означает любовь к мудрости. Философия представляет из себя особенный способ размышления о человеке, обществе, природе, мире в целом, позволяющий искать ответы на вопросы, которые не может решить ни одна из конкретных наук. На философские вопросы нет однозначных, правильных или неправильных ответов. Множество вопросов философии относится к так называемым вечным вопросам, которые у человечества задается с момента своего возникновения и на которые в каждую эпоху и разными людьми даются разные ответы. Вот некоторые из этих вопросов. Например, как мы познаем мир, что такое человек, что такое сознание, почему люди живут в обществе, что такое культура, что такое материя и что такое идея, откуда берутся нравственные ценности, как создать справедливое общество и так далее. Говоря о науках об обществе, мы можем отметить следующее, что большинство из этих наук, такие как социология, политология, правоведение, культурология и так далее, долгое время являлись лишь частью философии. Поэтому, если ваша работа касается вопросов политики, культуры, общественных процессов или социальных институтов, то ваше исследование будет соприкасаться с философией. Прежде всего, когда вы будете писать работу, вам нужно выбрать тему. И здесь нужно задать себе два вопроса. Первый вопрос. Что мне самому интересно узнать? Какая проблема волнует меня лично? Потому что, если вам неинтересно будет работать над этим проектом, то, скорее всего, у вас ничего хорошего не получится. И второй вопрос. Это является ли данная проблема актуальной? То есть, важен ли поиск ответа на ваш выбранный вопрос не только для вас лично, но и для других людей? Ваша работа должна соответствовать определенным критериям. Вот эти критерии. Первый критерий — это новизна. Соответственно, недостаточно просто перечислить имеющиеся точки зрения разных авторов на поставленный, выбранный вами вопрос. Вы должны сформулировать свой собственный оригинальный ответ. Второй критерий — это аргументированность. Соответственно, ваш ответ должен быть обоснован. То есть, вы должны опираться не только на правила логической аргументации, логического вывода, но и на мнение других авторитетных источников, других философов, ученых, известных личностей и так далее. Ваша задача — это убедить читателя в правильности вашего ответа. Третий критерий — это использование источников, то есть использование ссылок на работы других авторов. Здесь важно показать, что вы не только знаете работы авторов, которые уже писали на выбранную вами тему, но и понимаете, зачем и как вы используете те или иные источники, те или иные цитаты. Четвертый критерий — это стиль. Здесь важно понимать, что ваша работа должна быть не громоздкой, тяжелой для восприятия, она должна быть написана ясным, легким языком. Не нужно пытаться использовать какие-то сложные слова, которые кажутся умными, не нужно использовать сложные предложения. Вы должны писать четко и понятно. И, наконец, оформление. Ознакомьтесь внимательно с требованиями к оформлению работ, поскольку неправильное оформление может стать причиной отклонения вашей работы. Грамотность, аккуратность в оформлении текста является вашим лицом. На него будут обращать внимание в первую очередь. Мы ждем ваших работ на нашем конкурсе и желаем всем успехов!